Царь небесный, утешителю души и стены, Ты же везде сыт, и вся исполняяй сокровища мани. И в жизни подателю приди, и селися вны, И очистены от всякие скверны. И спаси, блажные души наши. Отец наш небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа, молим Тебя. Благослови наше собрание здесь, вокруг Слова Твоего, святая жизнь, да, Господи, чтобы все это можно было нам осознавше исполнить. Потому что, как Ты говорил сегодня, Господи, только исполняющий жив будет. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 26 глава, 1 стих. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим. Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Толкование. После того, как упомянул о царстве и муках, благовременно беседует потом и о своем страдании. Как бы так говоря, и распинатели мои будут осуждены в огонь. А что там, мусор что ли рассыпали или что? Булать, стрижка. А, думаю, что там. А, стрижка, ну это все нормально. 26 глава, 3-й, 5 стих. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафа. И положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение от народа. Толкование. Закон повелевал, чтобы один был архиерей во всю свою жизнь. Но иудеи, вопреки закону, делали у себя многих архиереев, сменяя их каждый год. Итак, к архиерею того года приходят на совет об убийстве те, которые должны были удерживать других от убийства и наказывать убийчих. А многих архиереями называют евангелист тех, которые окончили уже свою годичную службу. Намереваясь совершить преступное убийство, они боялись не Бога, а народа. Боялись же того, чтобы народ в случае убиения имя Христа в праздничное время не восстал к отмщению за то. Или вместе и того, чтобы убийством своим не отвлечь народа от узаконенных жертвоприношений, а самим не лишаться бы выгода жертв. Опасались, может быть, и того, чтобы смерть Христа не соделалась в общеизвестную и славную, если убьют его в праздник. Им хотелось истребить и память о нем. Таким образом, сделавши совет перед праздником, они положили убить его после праздника. Но он, желая показать, что стражит не тогда, когда они захотели бы, но когда сам он восхотел, попускает взять себя накануне самого праздника Пасхи. Дабы в то же самое время совершилась и Пасха, и Пасха истинная, в которой обыкновенно бывала Пасха прообразовательная. Нельзя при всем не заметить, что они еще осквернили себя убийством, потому что они не хотели было убить его в праздник. И однако же убивают. Лишь только нашли предателя. Чтобы только исполнить волю свою, они на народ уже не обратили внимания. Вот как сегодня приблизить к нам эти слова? Сегодня в интернете очень много роликов. В России народ восстает за свои права. ШИЭС, например, очень большое восстание, где московский мусор туда свозят на север. Народ восстал и столкновение власти и народа. И власти боятся народ. Но в то же время жажда изготовления заводов, переработки мусора, борьба идет. В Экатеринбурге народ восстал, а мы не хотим в храм в парке. И боятся народ. И здесь написано, но боялись народа. Бога не боятся. Народа боятся причем, потому что народ может восстать и убить их тоже так же. И вот здесь толкует, а всегда ли народ прав? Брат говорит, что есть душа народа. Бывает, что нет, не всегда. Бывает, что и народ ведет жизнь греховную. И для этого нужны и войны, и глады, и землетрясения для вразумления всего целого народа. Над русскими почему такое проклятие? Как проклятие висит. И столько, оказывается, мучеников русских на небе. Ни одной нации столько нет. Когда в 17-м году было такое гонение великое. За что? И в Писании говорит, что Москва. За то, что вот этим благодеянием напоили все страны. Зараза коммунизма, построение рая на земле без Бога. Это страшное учение. Вот из-за этого и проклятие. Как без Бога? Ну, не просто страшное, оно вечное получается. Ну, для нас. Потому что оно будет до пришествия Антихриста. И Антихрист на этом будет все основывать. Вот видите, я вот сейчас тут рай построю. А я ваш Бог. Понял, зачем дойдет? То есть, Ленин строил, он еще Богом не был. А этот уже придет и будет строить, убивать там. Кровь будет длиться потоками. Говорит, а я ваш Бог еще. Давайте поклоняйтесь. И многие поклонятся написано. Вот в чем страшное. Вот тайна беззакония. И главное, это все идет, а люди этого не видят. Вот почему народовластия, демонизация, я хотел сказать, ну, почти то же самое. Называется демократия. Демо, одну букву добавь. Демонкратия. Народ. Демос переводится с гречества. Демос народ. Поэтому демократия, это власть. Кратия. Кратус, это сильный человек. Имя такое было. Или Кратон, Кратус. Демократия, это власть народа. Но не всегда это. И вроде как президент, власть народа выбирается. Власть народа, там либералы, демократы. Все одно и то же. Масло масляное. Переворачивают друг на дружку бутерброд этот. Что так упадет, что так грязь. А нету никакой... Уже ясно, что вставленники сейчас идут через масонство. Тайные общества. Тайные общества, причем есть полуеврейские общества. Где полукровские евреи. А есть настоящие тайные общества масонские. Ну, не очень так хорошо ветерочек. Где чит... Ну, там комарочек. Чистые, чистокровные, чистопородные евреи. Которые получают свыше указания. Свыше от кого? Свыше. Они думают, что от Бога. Мессия же придет. Они думают, молятся все Богу. А придет от сатаны. И причем сам сатана войдет в душу этого человека. Который так во все это поверит. И когда он сядет в храме Божьем, выздавая себя за Бога. Храм построят уже. Кличете взорвут, уберут оттуда. И тут увидят, евреи увидят, что он не тот, за кого себя выдавал. Они не того приняли. И тогда написано, уверуют в распятого. И часть евреев, или все евреи написано. Это или остаток написано. Остаток это значит от всех евреев. Все евреи, это те, которые будут в этот последний момент. И которые поймут это. Они спасутся. Будет массовый ход евреев в Царство Небесное. В веру во Христа. Представляете, что будет вообще? Евреи в веру во Христа еще. Это со всем вот этим своим. Со всей привязанностью к заповедям. Просто в крови у них это. Мытое крови. На язычестве все. Построено. Хотя еврейка была. Она очень хотела меня в евреи обратить. Говорит, Игорь, ты так похож на еврея? Я говорю, ну никак я не могу быть евреем. У меня из Белоруссии там. Ну все-таки я вижу по твоему носу. Я говорю, вот тут вы не угадали. Не по носу. Почему? Мне нос сломали. Сломали мальчишки, когда я был в 6 классе. Восьмиклассники, пацаны, мне сломали нос. Двое. Один меня держал, другой бил ногой. Ну, сначала уронили, а потом со всей силы разбежался, ударил по лицу. И проломил мне нос. У меня долго кровь шла. Они меня потом пожалели. Утащили там куда-то, там вода была. Начали меня поливать, там все это перевернули. Ну, видят, что перестарались. Короче, спасли. Я очень им благодарен. Потом одного из них я встретил и поблагодарил. Молодец. Ты хороший мальчик. Очень. Да воздаст тебе Господь все, что ты сделал. Поэтому нету евреев среди нас. Нету. Евангелие от Москве, 26 глава, 6-7 стих. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокоженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Толкование. Некоторые говорят, что было три жены, которые помазали Господа миром, и о которых упомянули все четыре евангелиста. А другие полагают, что их было две. Одна упоминаемая у Иоанна, то есть Мария, сестра Лазарева. Другая та, которая упоминается у Матфея. Она одна и та же, с упоминаемой у Луки и Марка. Так и ты, когда одержим бываешь душевную проказу, превозносясь в Парисейский и удаляясь через то от Бога, прими в дом свой Иисуса и помажь его миром добродетелей. Ведь и ты можешь изготовить своего рода мира, очистившему тебя от проказа Иисусу и возлить на голову Его. Что же означает глава Христова? Не иное, что как Божество Его, которому приносится благовоние добродетелей. Псалом 142 стих. И ты приноси Божеству Христову благотворение мира, составленного из добродетелей. И чти Господа, исповедуя Его не только человеком, но и Богом. Ибо через сие ты также помазуешь главу Его благовонным миром, то есть православно, богослов, службе. Вот такое вот толкование. Масло, вот в притче о десяти делах, тоже это толкует елей, как добрые дела. В лампаде, если не будет масла, она потухнет. Светильник, который встречает Господа ночью, он придет как тать ночью. Были разумные дела, и пять неразумных. Неразумные ленились, ничего не делали, не было в них никакой... Милостыня еще, да, была. А где будет милостыня, если не... Вы молитесь всегда, Господи, дай мне такую работу, чтобы было еще уделять нуждающимся. Тогда Господь благословит, будет и заработок отлично, и все. А когда лишь бы где-то что-то на дармовщинку, и Господь отнимет то, что думаешь, и имеет. Все будет у тебя... Давай. Я хотел еще тут посмотреть, как Господь относится к самим женам этим. Вот сидит, там же он не один сидел, там прям было много возлежащих вокруг. И заходит женщина и начинает мазать миром. Просто представьте эту картину. Как бы там, как бы действовал человек, если бы он не был Богом. Соль, езжай. Он ждет, ждет от нее, когда она закончит это. Ничего не сказал, не отталкивало. Да подожди, ты видишь, я беседую здесь. Нет. Почему? Как он сказал, нам нужно исполнить крестителю, так мы должны исполнить всякую правду. Надлежит исполнить всякую правду. И здесь была правда тоже. Ну и нам толкование говорит. Был помазан, как Господь мира, благовоненный. То есть это благоуханный запах на жизнь. Вот о чем здесь идет речь. Лучше, ну, самый приятный запах, которого, ну, приятней нету, этого запаха. А это его слова. Она же за его слова, и он помазал этим миром. Другому никак мы, люди, отплатить не можем. Господи, нам так нравятся твои слова. Ну, так нравится. Иову Многострадальному говорили так. Мы желаем напитаться от мяса твоих. От твоих мяса, это не от мяса козлов. Вот он им давал на еду, он говорил там. А от мяса твоих, от мяса твоих. То есть вот мясо. От мяса твоих желаем напитаться такой ты сладкий. Сладенький ты наш. И здесь тоже. И так слова Христа запали в душу. Как выразить? И она выражает тем, что мажет миром. Это приятное благоухание. А все нюхают это. Ну, приятно, конечно, пахнет. И только один сказал. Ой, зачем столько много тратится-то мира? Его можно было продать аж за 300 динария. Понюхал знает, насколько динария. Это оказался Иуда. Вот так вот. А тут дело-то не в этом было. Он не мог учуять этого благоухания над жизнью. И вот так слова Христа-то не касались. Вот чем дело. А другие поняли, осознали, что-то здесь не то. Посидим и понюхаем. Господь молчит. Ну и ладно, мы тоже. И правильно сделали. Потому что мы еще на низшей ступени социального развития. Мы должны что делать? Эволюционировать. Слушать и... Это называется эволюционировать. Слушать и... что? И молчать. Слушать и молчать. Молчать это не значит не задавать вопросы. Это значит умничать не надо. Допустим, сектанты сразу начинать и так далее. Фарисеи. Евангелие от Матфея 26 глава с 8 по 11 стихи. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миру за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумевся, я сказал им, что смущаете женщину. Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Полкование. Многое слышав от Господа и милостыни, и высоко ценя ее, ученики начали упрекать жену, полагая, что Бог ищет более человеколюбия, нежели чести себе. Но Он делает выговор ученикам, так как они неблаговременно упрекали жену. От новоприходящих и вообще не следует требовать слишком многого. А тем более от слабой женщины, но надлежит принимать и малую веру их. Посему, когда кто приносит дар Богу, не отклоняй его и не подавляй усердие его, не отсылай его раздать то нищим, но предоставь ему совершить приношение. Разве когда кто потребует у тебя совета о том, нищим ли нужно отдать что-либо, или принести Богу, в таком случае посоветую ему отдать лучше нищим. Но когда уже он принес, то напрасно будешь отсылать его. Надо бы и то творить, и сего не оставлять. При том же честь, воздаваемую непосредственно Богу, должно предпочитать всем вообще добродетелям, и следовательно, и самой милосты. И если Христос ради человеколюбия относит дела милости к себе, то не подумай, что Бога должно оставлять и заботиться лишь о милосты. Ибо в таком случае выйдет, что можно и святотатствовать, и святотатственного подавать, и из святотатственного подавать милосты. Но этого нельзя допустить. А что оказывать милосердие бедным, и воздавать честь, и угождать самому Христу, есть не одно и то же? Слушай, нищих, говорит, вы всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Видишь, что иное дело служить Христу, и иное миловать нищих. Хотя Христос по человеколюбию своему относит к себе самому то, что делает для бедных, добро ли то или зло. С одной стороны, он говорит, больного посетили, меня посетили, да? То есть отождествляет себя и нищих. А здесь женщина Христу приняла масло, и ученики говорят, лучше бы нищим бороздали. Зачем Бог? Они его, как Бога, может быть, еще и не познавали. Зачем Христу? Не может быть, а сто процентов не познали. Поэтому Христос их упрекает в этом, и действительно разделение. Как это относится к нашим днам? Вот вчера была беседа с Андреем, я, батюшка, брат Игорь, и вот тоже такой вот, впервые такой прецедент случился, что человек хочет править крещение, но не хочет быть членом общего. Мне надо подумать, что вы на меня давите. Да он не хочет, зачем подумать, это как отговорит. Ну, может быть, такой мог, ну, нет. Нет, нет. Может быть, ему надо разобраться, может быть, время надо, почему нет. Вот, и зашел вот разговор о милостыне, вот, и о десятине. Первое препятствие человеку, почему не хочет быть членом общего, это о десятине. То есть, нужно от себя отдавать, проявлять, проявлять веру в Бога. Да, на деле. На деле, да. Да, на деле, не на слова. Он говорит, что, а я платил всегда, то есть, ходил в Московскую патархию, я всегда десятину плавил в виде записок. И брат сразу, то есть, записка в храмах часто. У меня мама так же, я говорю, ты десятину даешь. Ну, я же на записке продаю, записка там заболящая, записка там сколько-то, 100 рублей, там 10 миллионов сейчас как-то. И вот эти деньги, вот. Называют десятины. Называют десятины. А на самом деле, это, ну, симония самая настоящая. Конечно. То есть, Симон, который видел, что за деньги подается, то есть, молитва за деньги. Как это? Молитва по соглашению, это хорошо, но когда человек, чтобы помолиться, перечислять, перечислить должен деньги, это уже ни в какие рамки не входит. Тут отец Головин, Владимир тоже. Нету понятия никакого молитва по соглашению тоже. Это тоже выдумка. Нет, есть. Где? В Евангелии очень много места найти, чем материал выставлял. Ну, только она не называется по соглашению. Придумали это слово такое, не понятно. В Евангелии есть, если двое или трое согласятся, молиться, дам тебе. Что тут, кто есть по соглашению? Они согласились молиться вместе. Что тут такое? Ты согласен вместе помолиться в конце занятий? Я не согласен. Ну, не надо только слово по соглашению принимать, и все. Ну, это человек, слова докоренные. Вот. И вот в книге Тавид, вот почитайте, там Тавид описывает... По согласию тогда хотя бы так. Там описывает три десятины. То есть первую десятину он отдавал непосредственно Богу. Это вот левиты были, леви на колено, и Господь, это святая десятина, она обязательно. То есть вот мы, как каждый, допустим, я заработал 100 тысяч рублей, 10 тысяч батюшек, это Бог. Вторая десятина, я уже, вот, вот церковный ящик, я туда, на дело в церкви, это там, ну, крышу, там, куда эти деньги идут, там, на болящих, уже не мой вопрос. Третья десятина, это вот нищие, то есть помогать, кто нуждается. Пожалуйста. То есть вот я сто тысяч заработал, 70 себе, 30 тысяч я потратил за месяц, там, наверное, на что-то такое вот. А часто люди думают, что вот, помогая нищим, ты уже десятину даешь, и уже это одно и то же. Здесь мы читаем эти слова, Господь разделяет вот это. То есть, а те, которые, когда женщина Богу возливает мира, то есть она умилостивляет Бога, вот, или в виде этого, мощает его голову, они сразу думают, лучше бы продать и раздать нищим. То есть они в этот момент, Айуда почему так думал, ну, ученики, не знаю почему, но Айуда так думал, там прям конкретно, потому что был вор. То есть он носил этот церковный ящик с собой, туда люди плали милостыни, вот, и он из этого ящика приворовывал. У нас сейчас в стране коррупция, ну, воры вот сидят, вот, и наши деньги, наши деньги, налогоплательщики, они воруют. И показывают такие шикарные, просто, резиденции, даук, у патриарха, ну, как-то, по-скромнему бы самому. Не говорю, у патриарха, у президента, у Кадырова, там, ну, просто изобилие там, все-всего-всего, какая-то драговизна. И волей-неволей людей соблазняет это, потому что, ну, воруют. Даже указ был, патриарх, говорит, пересесть в Мерседесе и БМВ, чтобы батюшек не было в Москве, быть, весть на машинах поскромнее, но народ смущается. Ну, ладно, они Мерседесы продали, купили себе Лексусы, на японские, вот, они поскромнее. Ну, вот, говорим о милостыне, о воростыне, то есть, когда человек, зарабатывая деньги, думает, как бы, уделить нуждающимся, Господь благословляет, а которые только вот свой-свой-свой карман, они могут, конечно, и своей жизнью умереть, и никто этих воров никогда не посадит, или нет, но будет суд Божий. Воры и Царствие Божие не наследуют. Никогда чужого не берите. Никогда. На дормощинку тоже не живите. Старайтесь заработать больше, чтобы помочь кому-то другому. Бог вас благословит всегда во всем. Вот, что касается, вот, милостыни, и, вот, пример у нас, Игнать Тихович, у того, Божий положил на сердце, а я, что я одно, я буду 9-10, нам давать. Ну, вот, Господь, как благословил. На пенсию 8-300, а миллионами, как говорится, ворочает. Тиражи. И ты и пруды потеряешь, я спрашиваю, да зачем столько там пруды, а рыба, понимаете, там все. Сейчас как-то вот законы все, вот, сельское хозяйство, с ребятами разговариваю, все такие законы, вот, именно отнимаются в последние времена, удерживающие теперь. То есть, законы настолько жестоковыны, что вот, сельскому жителю, вот, ему выгоднее, понимаете, такой закон, вот, мне выгоднее гречку сгноить и получить дотацию от государства, чем продать ее по дешевке, понимаете. Он продаст за полторы, а он сгноит, а ему две тысячи за тонну государства платит. Вот такое вот, понимаешь. Тяжесно. Интересно, я сам поражаюсь. Кредиты, вот, чтобы на развитие, там, все-все-все это на словах говорится, что да, да, вот, кредиты там государство дает на развитие сельского хозяйства. Но, предписочка, если ты никогда не брал, у тебя чистая банковская история. А у них там у всех она грязная, им потому что невозможно, ему урожай надо, а ему солярка, где ему взять? Он пойдет в банк, возьмет. А эти микрозаймы там такие, ну, хочешь не хочешь, голову в петлю. Потому что, если он не уберет урожай, вообще ничего не будет. В общем, вот так, что касается, как приблизить на сегодняшний день. Не нужно смотреть, что вот, конечно, надо жить экономно, не тратить все это. Но тут-то надо смотреть, куда она женщина-то тратила. Она Богу принесла уже все, что Богу принесено, уже не надо тратить на нищих. Это уже другая десятилетия, как говорится. Да и не десятилетия, ты можешь всего себя просветить. И не обязательно это в денежном выражении. То есть, нужно в Евангелии отходить, раздавать время, тратить на это. Можно в больнице там все, что будет. Тут еще о благовонии говорится же. Почему они так среагировали? Потому что это были благовония для богатых женщин. Женщины мазались, ну или могли и мужчины тоже, но в основном женщины. И ходили, как невкусно пахнет, а стоило это очень дорого. Потому что даже этот алавастровый сосуд, его выточить, это такой известняк очень тонко структурный. Его, представьте, изнутри надо было как-то протачивать. И они постепенно вырезали в цельном камне сосуд, делали его там таким, ну любые там виды. И делали его до такой степени тоненький, это же надо было не продырявить его нигде, что заливали когда туда эти смолы вот эти вкусные, потом на солнце или где-то через свет, они разными цветами играли. Очень, ну показывали документальные фильмы. И как раз вот алавастровый сосуд. Я посмотрел, думаю, а вот в чем дело. То есть сам сосуд еще дорогущий, и он держал вот именно. И от него, так как это был камень, то через поры проходило, и он сам еще благоуханный был. То есть это все очень дорогое. Он сказал, за 300 динамиков, понимаете, что такое, там сосудик, там вот такой. Он же, она же не собой, не как это... Ковши. Да, как мы фляги таскаем тут по 40 литров. Вот такой маленький всего лишь флакон. А нужно было теперь продать это богатым, этот богатым, чтобы купили его, а потом только деньги отдать нищим. Понимаете, в чем смысл? То есть, а Господь так говорит, для Господа все самое лучшее, золото, это все для Господа. Не надо сами, не украшайтесь сами. На себя не лейте это, чтобы от вас благоухание такое было. которое ведешь, как парфюмерный магазин. Слава Богу, у нас тут перестали. Еще и от братьев. Никуда не годится. Брат должен пахнуть потом. Немножко, может быть, не нравится кому-то. Ну, что сделаешь? Брат работает, потеет. Нет, вдруг ли был, говорит, настоящий мужчина должен быть могучим, колючим и вонючим. К чему ты и стремишься, да? Со своими собачонками. Иногда там больные, когда у тебя бывают, ох и вонючие бывают собачки. Но ты добрый. Принюхался. Да, Сергей Павлович добрый. Он все-таки собак делает хорошими. Их не убивают потом. Милостивый. Мне знаешь, за кого обидно больше всего в деревне? За коров. Они как выйдут. Все в говнеевые там. А Марина съездила в Нормандию. Во-первых, там коровы. Она вот так стоит. Ну, в музее сфотографировалась. Вот стоит Марина, да? И вот корова. Вот так вот ее спина коровы. Вот такая. Раза на полметра больше, чем наши коровы. Такая чистенькая, такая аккуратная вся. Она говорит, вот так как проезжали, там сыр, там масло давали упробовать. И они проезжали все эти поля. И говорит, идеал. Зеленая травка. Везде такие оградки. Маленькие оградки. Но они электрические. Блин, тебя долбанет. И они там по солнцам везде. И все, говорит, такие чистенькие, ухоженные. И она была в октябре, в ноябре месяце. То есть у них там круглый год вот такая идиллия. А у нас, это Сибирь, соломки там им дадут коровкам. Они туда зайдут, там под себя ходят. Ой-ой-ой. А потом Игорь Барабаш показывает чистить коровник. Мамами, сколько трудов. Сколько этого дерьма корови. Ну, это правда все, это нормальная вещь. Там можно продавать, ну, почистить. Там же все тает. Там, представьте, еще лед до сих пор все это. И вот там достают оттуда. Я думаю, мамочки, как достается молочко. Игорь Тихонович подписывает. Вот так достается молочко. Вот вороки перечисляет там все. Вот так вот. Поэтому на огородике это поработать, это только в радость. Попробуй за коровками походи. Кормиликс. Евангелие от Матфея, 26 глава, 12 по 13 стих. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Толкование. Этим Господь дает нам знать, что упомянутая жена поступила так по особенному мановению Божию, прообразуя смерть его и погребение тела его. Иначе Господь не попустил бы помазать себя миром, если бы не хотел явить в этом какой-либо тайны. Но как Бог Всеведущий, Он предсказал всем будущее. То есть, что по хвалу жене, а поступки ее возвещаемо будет повсюду. Ибо устрояет то, что память о ней будет повсюду, и при том до тех пор, пока продолжится проповедь Евангелия. У идеев был обычай погребать тела с мастями мира, как делали и египтяне, для того, чтобы предохранить их от гниения и дурного запаха. Итак, жена сия, говорит он, возлияние мира дает знать, что тело мое будет предано погребению. Все же это сказал Господь с той целью, чтобы тронуть и вразумить Иуду, через которого имел быть предан на погребение. В переносном смысле разумей под прокаженным языческий народ. «Под женою грешницей церковь из сомноязычников, которая принесла мира, то есть благочестную веру, и возлила на главу Христа или на божество Его. Ибо всякий, кто верует, что Христос есть Сын Божий, возливает те мира на главу Христову». «Наконец Иуда, притивший жене, как говорит Иоанн, 12 главе 4-5 стихи, здесь не описывается на первую, Иоанн описывается, потому что был год. «Есть образ иудеев, которые до ныне ропщут на церковь Христову». «А чем иудеи занимались? Потому что жертвы, которые люди Богу приносили, они с этих жертвенников святотатствовали, брали и ели. Да еще и принуждали прихожанам, ему не потребство сядьте делать ужас, что-то увидели. Но все-таки богоизбурный народ должен был быть. Ну, конечно. Они показали нам пример. Деваться некуда. Они показали пример Веды. А сейчас такие иногда вопросы начинают разрешать про еврея. Там, евреи поклонятся как Богу ему. Да вы что, в самой ему умнишь? Конечно же нет. Они же не этого ждут, правильно? Как ложному Богу они поклонятся. Нет, да нет у них такого понятия. У них нет понятия, ложный Бог, прямой Бог. У них есть и Иегова. И Иегова, и он не придет ни в каком человеке. Вот так вот. Они примут Христа, как Бога. Через то, что этот лже-антихрист, лже-христос, назовет себя Богом в храме и воссядет еще. Христос этого не делал. А что значит поклонятся ему? Как человеку, что ли? Поклонятся ему? Как Богу поклонятся. Так вот, а ты говоришь, как Богу поклонятся. Но не евреи же. Евреи написано спасутся. Остаток спасет. Так это про этот остаток и говорится. Это это свое. Ничего не понимает. Ведь Господь к этому все, ты не понимаешь еще. Гляди. Ему как Богу поклонятся все, кроме евреев. Конечно. Кроме евреев. Мусульмане, я понимаю, будут уничтожены. Потому что у мусульман точно так же, как у евреев. А я толкую, что все-таки самый еврейский народ в последнее время тоже разделится. А остаток поклонницы. Зачем тебе это? А как Феврилак толкует? Зачем ты до такой степени тоже мыслишь? Ну кто-то там может и поклонится, но он будет такой же полукровка. Ну ты понимаешь, настоящий еврей, вот ты вот настоящий, допустим, ты настоящий патриот России. И ты вот идешь на разные ухищрения, чтобы только Россия существовала. И тебе говорят, нет, даже не Россия. Лучше пример привести Англии. И вот на Англию нападает Гитлер. И Англия все. Вот Гитлер со дня на день должен осуществить свою операцию. Называется она морской, кодовое название, морской лев. Это высадка немецко-фашистских войск на территории Англии. И его ставят в этот самый момент 10 мая, когда Гитлер нападает на Францию, он еще никто не знает. Его вечером, 9 числа, уже назначают премьер-министром. Что делать? Твоя нация, твоя страна, вот все, весь твой мир, который тут, он сейчас рухнет. Он знает, кто такой Гитлер, как он захватил уже там Францию и так далее. Ну, вернее, Францию еще не захватил, но как он захватывает страны. Что делать? Как? И он идет на соглашение с Советским Союзом. Непримиримые враги. Понимаешь? И он идет на это. Почему? Потому что он очень любит свою нацию. И так и евреи тоже. Они до такой степени любят Бога, его заповеди. Никто их не сможет убедить, тем более человек, который придет и будет их вожаком, антихриста, будет евреем, он же еврей, он будет их вести к победе. И они победят, они построят с ним храм. И они не будут говорить, что он Бог. Он-то не будет говорить этого. Он скажет только тогда, представьте, они вот, храм, там нет никакого престола. Откуда там престол в храме? Нету. Он поставит престол, взойдет туда и сядет, и скажет, я ваш Бог. И вот тогда они поймут, что это ложный был их помысл, что он мессия именно. Понимаешь? Ну нету престола там никакого, чтобы там царь сидел или Бог в храме. Нету его, не было никогда. Там было святое святых. Правильно я говорю? Нет. Престол их не было. Ну когда мы читаем, мы же должны что-то думать, ну почему до самого конца-то доходить уже до предела-то? Ну ты понимаешь теперь? Ну не могут евреи уверовать, что это антихрист, он Бог. Они не могут это. Господь на это-то все и ставку и делал. Всегда. Что еще придет время, уверуете, придет время, уверуете, остаток спасется и точно. А когда это будет? Да когда вы обманетесь в своих ожиданиях и уже другого пути не будет. У них только есть одна проба, второй нету. Надо точно попасть в цель и они к этому идут. И Гитлер, Сталин, Ленин, это все масонские заговоры идут. Они идут, идут, полпот, это в тех местах, в других масоны бьют и бьют в одну точку. Им нужно сделать хаос везде, чтобы революционная ситуация была не только в России и в Германии или где, по всей земле чтобы была революционная ситуация. И народ восстал бы и сказал, ну дайте нам такого правителя, как надоело уже все это. И все нормальные люди согласятся и выбрут именно его, понимаешь? Демократия. Да, ну как бы демократия, конечно, демократия, он впереди сядет. Я вот, как вы так все спорите? Вот Игнатих, на чем он быстро как-то доказывает, все молчат. Я уж сколько с ними в интернете опять выходят одно и то же, да потому что, да нет, евреи поклонятся. Ну с чего они поклонятся-то? Народы поклонятся, да? Поэтому дверка язычников закропнется, язычники больше не будут ходить в Царство Небесное. А у евреев-то еще открыто, Господь ждет, сидит, на небесах еще ждет. Он еще не спускается, он духа в уст еще не убьет Антихриста, он ждет, когда он восядет. И вот Антихрист вот эту ошибку сделает, но это не ошибка. Как он сказал, 14 глава Исаии, взойду на север, выше престола Божьего поставлю престол свой. Вот это и будет ошибка его, да. Он поставит выше престола Божьего и думая, тем сатана же это говорит, сатана. А в Антихристе будет дух сатаны. И он поставит его выше престола Божьего, а оказывается, ради тех, кого он пришел, чтобы их заманить в акта. Это их оттолкнет. Они поймут, как так? По сравнению с тобой, Христос-то, это просто Агнец Божий. И они сразу поймут 53 глава книги Исаия. Как Агнец мы его вели на заклание сами. Сами его убивали же. А ты же посмотришь с ним, ты столько крови тут пролил. А он безгласен был, как Агнец, перестреливающим. Как трость колеблемая. Иван Георгий Монфеев, 26 глава, 14-16 стихи. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда, Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Толкование. Когда чуждая жена, блудница, оказав такую честь, тогда ученик уходит, чтобы предать его. Иуда, предатель, был из селения, которое называлось Искара. 17-19 стихи. 17-19 стихи. Так, ну вот, по этому вопросу. Ну вот Иуда. Вот Иуда, да. Да. Что им двигало? Толкование говорит, что он во Христе, вот они же все, евреи, ждали Мессию по пророчеству, что придет Мессия и пророк говорит, пророк, его слушайте. Пророк. То есть придет пророк и они во Христе 30 глава 15 стихи. Это второзаконие. Они во Христе увидели патриота, который их освободил. от римского гнета. И они такую надежду, Иуда, наверное, тоже возлагал на нем такую надежду. Были такие политические такие вот силы, которые замышляли переворот против вот этой власти оккупационной. Несомненно были. Вот. Зелотный, сикарин. Да. И им нужен был лидер, урожак, который поведет этот народ на восстание. И они во Христе видели двумя... Иуда Бенгур, кстати, отлично описывает это. Они... Смотрите, хлеб у нас в войне, хлеб будет всегда, он же чудеса творит такие. Помолился, мол, вот тебе хлеб. Чудеса творит, мертвых воскрешает. Да, фу, так у нас поубивают, он же помолится. Тут с таким можно не только временам, весь земной шаг захватить. они видели в нем земного царя владыку. Так он будет мертвых воскрешать. К чему сейчас вот эти мертвые идут? Они тоже вот этого хотят, вот этого земного царя владыку. Владычествовать, вот рай на земле, будет порядок везде, воин не будет, он антикрыт, всех примирит, у него хватит мудрости, силы вернее, силы все это. Когда они... никуда не попрешь. Видишь, ты сам сказал. А теперь дальше. Он-то всего лишь мессия, они ждут мессию. А он поставит престол в храме и скажет, я бог. И вот тут они поймут, что он не тот. Ну, конечно, они-то мессия, все, он их ведет, уже все ихнее, все цари уже, он уже, он царь, поставленный евреями, еврей, царь всей земли. Все. И теперь только одно осталось. Теперь, он же мессия, теперь как-то Господь сделает так, что все евреи, которые умерли, они воскреснут и будут на земле владычествовать. Понимаешь? Как вот эти проповеды. Ну, конечно, конечно, да, да. Только по-еврейски, это еврейский хелиазм. И они теперь, и они, как это будет? И они ждут. Сейчас, вот это начнется при них и он вдруг, а я бог. Причем здесь это вообще не о том мысль-то. Какой бог? Мы-то хотели быть просто министрами. Мы знаем. Воровать там все. Вот так вот. Так и здесь то же самое. Мы знаем, кто начальник партии. И Югова, начальник, бог наш. Как ты, ты же мессия, мы же тебя дождались, что ты с нами был, вот ел, пил. Как ты можешь быть богом? И на, и, они сравнятся с Христом, они о Христе всего знают. Они все знают, они знают. Запомните, они все знают о Христе. Все. Но они не принимают, они его ненавидят. Потому что, ну не может быть, чтобы так все просто было. Он такой, 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 не сильный, такой слабый. Его распяли, он ничего не сделал. для нас. Но, а там же воскресшие, ведь в Иерусалим, воскресли гробы, и люди приходили и говорили, нас воскресил Христос. И они уже умерли. Это, наверное, все врут. Врут, а может не врут. Это же был там, Ешуа из, там, из, из какой-нибудь, там, Виклиема. Это же наш родственник. И вот они постоянно в этом находятся, понимаете? И они думают, что это ложь, все ложь. Ну, но это было. Ну, ложь, лоб. И тут вдруг раз, и они все поймут. Так это Иисус-то настоящий, оказывается, Мессия. Это так давно Он пришел. И столько людей в Него веровало, язычники. Это вот о православных убивали, они ничего не говорили, безропотно так. Так это, это сила, оказывается, это все у них пронесется мгновение ока в голове, в душе, везде. И они поймут, кто начальник партии. Не того убили. А такого гада прославили. И тут уже придет Господь, духа мус своих, паразит сатану. Ну, вот вообще, меньше всего я себе представляю именно это. Это так сложно представить. Я представляю землетрясение, там, и это, кинематограф. Представляю, там, разные болезни, наросты на людях, там, такое есть, показывает ужас. Ну, все можно представить. Ну, вот это, как будет в последние времена, вот это, до такой, в степени напряженный момент всего мироздания, что представить просто невозможно, как все это будет. Но, Господь придет вовремя, и все, кто веровал в Господа, все, кто любил доброго пастыря нашего. Евангелие от Матфея, 26 глава, 17 по 19 стих. Первый же день, опресночный, приступили ученики к Иисусу, и сказали ему, где велишь нам приготовить тебе пасху? Он сказал, поедите в город, к такому-то, и скажите ему, учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел ему Иисус, и приготовили пасху. Толкование. Мне кажется, что первым опресночным днем Евангелист называет день предопресночный, предыдущий Дню Опресноков. Есть пасху, им надлежало по-настоящему вечером в пятницу. Этот день и назывался Днем Опресноков. Но Господь посылает учеников своих в четверг, который Евангелист называет первым Днем Опресноков, как предшествующие пятницы, в которые вечером обыкновенно ели опресноки. Пасху же хотел вас совершить для того, чтобы не показаться противником закона. Своим временем называет свое заклание, дабы мы знали, что он заколается не без ведома о том и не против воли своей. А Пасха должна была быть в субботу, потому что у них воскресенье было суббота, то есть праздничный день. Шаббат. Не шаббаш, а шаббаш. Шаббаш это минимум. Шаббаш. Это сборище значит, шаббаш. А шаббат это покой. Войдите в покой, в шаббат. 20-22 стихи. Когда же настал вечер, он возлюблен двенадцатью учениками. И когда они еле сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня, они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли Господи? Толкование. Из всего некоторые заключают, что в тот день Господь не вкушал Пасхи. Альмцы говорят, ели стоя, а Христос возлежал, следовательно, не ел Пасхи. Но мы утверждаем, что он сначала стоя ел Пасху, ветхозаконную, а потом уже возлег и преподал свое таинство. Наперед совершил он прообразовательную Пасху, а потом совершили Пасху истинную. А поступки Иуды предсказывает с той целью, чтобы как-нибудь исправить его, заставив устыдиться, по крайней мере, общения трапезой, и дав ему знать, что он хочет предать Бога, ведающего сердца и помышления. Ученики же стали беспокоиться за себя, потому что, хотя совесть их была и чиста, но они доверяли не только себе, сколько Христу, как знающему сердца их лучше их самих. На что хотелось бы обратить внимание, когда Господь говорит, один из вас предатель меня, и все неяли, неяли, то есть сами. Они-то знают, что они не предатели. Но раз Господь сказал, а вдруг я предатель? А у нас, я вот читаю, у нас в лагере, кто это сделал? И тишина. То есть кто-то один знает, что он это самое, и молчит. А все вам всяк застанет. Да. Как бы вот, наоборот, когда тихо-нибудь, что вы за свою задницу сразу схватаете, они же знают, что если... А здесь ученики, то есть они готовы, как бы... Крапивы получили. Кто-то из вас предаст меня. Но они еще не предали, но... Ну, словам его верят, они очень делают. Да, ну, словам его верят, но раз он говорит, предаст, значит, в любой момент может произойти переворот. И многие написано, потерпели кораблекрушение во вере, то есть будучи верующим, отреклись. То есть рождение свыше, человек может родиться свыше, уверовать, и потерпеть кораблекрушение во вере. А как они выразили сомнения в этом, что он может быть... В чем выразили сомнения в этом? Не я, не я ли. Спрашивают, Господи, не я ли. То есть они каждый подходят, и говорят, не я ли тебя предам? То есть конкретно... То есть я вам, допустим, сейчас скажу, вот завтра один из вас уйдет из общины. А он говорит, а дальше что сказал? Ну, кто? Ну, кто? Дальше? Ну, кто вмакивающий? Кто вот очищается? Ну, вы, если... в салонку, допустим, там, чтобы кусточком вмакать там соль или там что-то, смотришь, раз, там, огурец, там, то ли, помидор, там, это строго запрещалось. Почему это? Иуда только говорит, вмакал, поэтому нельзя этого делать. У русских однозначно это. Прямо, прям, мы все понимали. Ивангелия, да, вот сейчас как раз мы об этом прочитаем. Ивангелия атмосферия, 26. Яйца и пальцы, в салонку и в маку. Ивангелия атмосферия, 26 глава, 23 по 25 стихи. Он же сказал в ответ, опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, сын человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым сын человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться. Какой стих? Какая глава стихи? 26 глава, 23 по 25 стихи. Лучше было бы этому человеку не родиться. То есть, чем родился и предал, лучше было бы ему вообще не родиться. Присем, Иуда, предающий его, сказал, не я ли рави? То есть, Иуда, то есть, все не я ли, не я ли, не я ли, а Иуда уже знал, что он предан. И тем него свецемерил перед учениками, чтобы перед ними знал, что предаст, он уже его предал, уже договорился за 30 серебряников. Да, они-то говорят, и он тоже понял, что надо говорить тоже. Да, иначе его вычислили. Да, вычислили. Его сказал, не я ли, а Христос говорит ему. Ты сказал. Вот это вот, когда ты сказал, немножко непонятно, он бы ты сказал. Да, непонятно. не ясно. Так же и Пилат говорит, помнишь, ты, сын, вот, ты сказал. Еще можно тут сказать? Я думаю, что тут не так было, как у нас, батюшки, мы подходим под кресты, он помазал и так далее. Они, это был сумбур. Один говорит, второй говорит, понимаешь, и когда он сказал, ты сказал, непонятно, кому он говорит. Вас слушали, как по-славянски. Идущим им рече, аминь глаголю вам, як и един от вас придаст мя и скорбяще зело, начище глаголати ему, един кище их. Еда вас есть в Господе, он же отвечав рече, обмочивы со мною, солила руку, то и мя придаст. Обмочивы тоже в солилку. Да, сложно переводить. А мочивы со мною? Руку главное в солилку. А после обмочивы, было что-то такое, может быть, какой-то как соленый было или что-то. Понимаешь? А прям понимаешь, что в солонку нельзя макать. Вот и все. И когда у нас это запрещалось, трогание этого, никто никогда не обмакнет. Да, ну и поэтому, то обмакнул ты, уже там крошки будут. Да, конечно, это понятно. Работу делали, прямо понимали, что солила, это в солонку. А это у них было какое-то блюдо, куда они обмакывали, ну как вот мы иногда в пост едим, растительное масло такое, которое пахнет, и чуть-чуть соли, перца, вот так перемешаешь, перемешаешь, их кусочек хлеба вогнешь. Сын человеческий, идиот, я когда есть, писано о нем. Горе же человеку тому, им же сын человеческий предается. Добро бы было ему, ащи бы не родился человек, то и. Отвечав же, Иуда предая его рече, еда азди езнь, раби, глагола ему, ты рече. Ты сказал. А Христос мясо ел или нет? Нет. Ну, когда на Пасху? Баранку. Какую баранку? Баранку. Баранку? Только на Пасху. Батюшка, ну конечно, он вообще русский был еще. А все апостолы греки. Это ж понятно. Причем евреи. Давайте толкование. А вино пил я? Вложен на филак. А? И пьет вино и секеру. Ну секеру не знаю, уже добавили. Давайте толкование. Прощаем и порассуждаем. Хотя кто его знает. Хотя Христу и предопределено просто пострадать для спасения человеческого рода. Однако, поэтому отнюдь не следует чтить Иуду. Напротив, горе ему, потому что он сделал это не с тем, чтобы содействовать воле Божией, но чтобы исполнить свою злую волю. Есть Евангелие от Иуда, где Иуду прославляют. Если бы не Иуда, смерти бы не было Христова. Если бы он его не предал, его бы не распяли, а если бы его не распяли бы, он бы не умер. А не умер бы не воскрес и пошло-пошло. Иуда герой. Делу спасения оказывается предшествовало предательство. То есть вот чтить его тут написано. Поэтому чтить его. Поэтому Иуда предавал, чтобы не волю Божию исполнил, чтобы не исполнило спасение, а чтобы исполнить свою злую волю. А злая его воля какая? Тридцать серебряников получили. Он потом эти покаялся, бросил тридцать серебряников. Но я еще говорю, вот как страшен патриотизм. Я думаю, ну и Тридцать толкует, что он видел в нем именно вот этого мессию освободителя. Конечно. Устроителя земного царства на земле. Он же воровал. И он думал, что он будет ворвать вечно. Первый коммунист. Он был в этой кормушке. И он хотел в этой кормушке, в этого церковного ящика вечно кормиться. А тут какой-то там вообще наследие. Чем он сейчас его распнут? Да и не так. Он советчик, должен был советчиком Иисуса Христа быть. Он-то все уже знал Иуда. А Иисус Христос неправильно поступал. Надо было все делать для того, чтобы Иуда в своем сребролюбии катался, как сыр в масле. А он начал делать для него дело, чего попало? Зачем это нужно? Народ-то тебя уже провозгласил царем. Ну ты возьми корону, одень мне и все, иди. Даже ученики этим оборудовались. Говорят, а посади меня сделай одним замминистром обороны, а другого там министром образования. Шойгу сделай. Вот. Я понимаю. Салавик-гварди. Даже мамку уже посылали. Плохачи там все это. И причем пришла? Вот. Господь говорит, нет, это у народов других так. Хочешь быть первым, а у нас да не будет так. Хочешь быть первым, быть последним. Хочешь быть министром обороны, иди. Слугой будь. Иди асфальт катай. Ну да. Полы подметай. Понимаешь? Иуда это понял, и понял, что это не тот совсем. Хочешь быть президентом. Не коробка все. Деньги зарабатываешь. Да, неплохо это. Он в огороде стоит. Нет, он едет со мной. С Тарасом они вдвоем. Уже едет? Да. Да. Но на несколько дней тут. Фрося решила остаться. Ты когда возвращаешься? На двоих готовил. Он и сам приготовил. Да зачем? Ну что как сам? Пускай она девушка готовит. Он-то приготовит, но я знаю. И чтоб чистота была. Мужчина никогда голодным не останется, иначе он не будет уже мужиком. Я буду навещать. Приезжать и смотреть. Он возьмет банку тушенки и съест ее с таким удовольствием, с каким вы никогда не сидите. Монпансье. Понимаете? Это же мужчина. Он поработает как следует, пропотеет, потом тушеночке как навернет, и опять самец. А это что? Вот она должна готовить вкусненько себе. Готов-готов, и ему достанется. Да как следует с душой готов-то, как вот тетя Марина. Вкусно было себе? У тебя уже 18, на кухне вставай работать. Притом, если рассмотреть внимательно, тихо, вы умеете остановиться. Притом, если рассмотреть внимательно, не умеет останавливаться. Притом, если рассмотреть внимательно, о Иуде сейчас разговор. Христос не имел непреклонного желания быть распитым. Это делает, это дает он видеть из того, что молился об удалении сей чаши. Помните? Он говорит, доминует меня чаша сия. То есть он как человек, по человечеству. Все-таки боялся. Сегодня были занятия и упоминали, никто не хочет умирать. Все боятся. все жить хотят. Любая тварь божья хочет жить. Даже муха бегает по столу, так охота ее щелкнуть. Это дает он видеть из того, что молился об удалении сей чаши. но так как он знал, что по причине злобы врага иным способом невозможно людям спастись, то он считает потом желать и спить чашу, которой сначала не желал было. Но это по любви к людям. Вот о чем. Так он видит Господь людей. Так Господь ей говорится, что по преизбытку своему сотворил человека, по преизбытку любви. Вот написано вот так. И последнее выражение. Словами лучше было бы этому человеку не родиться, когда Христос об Иуде говорит, показывает, что небытие лучше бытия во грехах. То есть человек грешник это лучше, чем вообще нет. Лучше вот вообще бы ничего не было. Ни святости, ни греха, чем просто вот один человек грешник. И почему Господь уничтожит этот мир греховный? Потому что это не замысел Божий. Вернуться опять будет бытие, но уже не будет ни воин, ни гладов, ни вот этот рай, смысл жизни это вот вернуться в то райское состояние без зла человека. Спрашивают, зачем ты живешь? Зачем ты живешь? Глазами хлопаешь, действительно. Ем, суплю, мультики, смотрю. Живем для того, чтобы возлюбить Господа так же, как Он возлюбил нас. И поэтому написано, возлюби ближнего, как само себя, высшее заповедь, возлюби Господа Бога Твоего всей крепости, всей душой, всем разумеем Твоим и всем сердцем Твоим. Из-за этого любовь Господь нам обещает наследство. Жизнь вечная. А зло продолжаться вечно не может. Господь уничтожит раны или поздно. Зло уничтожил на кресте. Смертью смерть поправ. То есть, смерти уже нет как таковой, которая убивает грешника. Поэтому мы не можем в заповеди не убей, мы не имеем права убивать другого человека. и животных, ну, все живое существо и так далее. Мы можем умерщвлять только для того, чтобы пропитаться. Все к ноге. Все. Больше для чего нельзя. И вот насчет животных брат начал говорить. Я тоже лишний раз поражаюсь, что вот это законодательство, сегодня брат говорил на занятии, что будет в последнее время взят от среды удерживающей тебе. Это Дух Святой, который правит посредством власти всей римской права. даже были такие законы, которые наказывали пролюбать. В Риме. В Риме. У язычников. Да. Заказывали пролюбодеев. А сейчас разводи, сладись, а пятый, шестой брак дали. Что там? Господи, благослови. А сказано кто разведется женой своей, женится на другой пролюбодействует. А сейчас вот даже ничего. И вот о животных. В России вышел 8 лет лежал в Думе закон, вышел закон об ответственном вращении с животными. Сейчас животных нельзя убивать и употреблять в пищу, в частности, собак. В России издали такой закон. Если вас за этим делом поймают, вас нет. Какое наказание? Ну, это для того, чтобы бомжи не жрали собак, которые бродят. Одним собачка совалась. У нас в доме было, я помню, обсуждали все это. Бомжи всех собачьих пожрали. Закон неужели чтобы бомжи не ели собак? Да не для бомжей. Вернее, не бомжи, они тогда назывались бичи. Закон этот придуман лобби ветеринаров, это монополия, это бизнес, бродячие собаки это проблема, деньги всегда выделялись на это. Если народу разрешить убивать собак, другие не заработали. помнишь, как это? Шариков. Вот и все. Только для этого. Душили, 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 душили. Этот подбежал к нему, этот, такой задрожал, он его задавил прям уже, барменталь-то этого. Так ему не понравилось это, такая, душили котов этих, душили, такие с глаза еще. Так и тут, душили, душили капканами этих собак, этим, а теперь плохо, это все очень плохо, эти не дают их душить, я тебя не хочу. Да и пускай они душат, поменьше для этого будет злобы. Ничего страшного, Сережа, ничего, ничего страшного не будет. Сейчас еще лучше будет, Сережа, вот сейчас увидишь. Вот на крови ничего нельзя сделать. Я помню, как мама плакала, как эту бедную найду забрасывали в эту, в собачницу. Она хорошая собачка-то была, как наша карамелька. Такая стоит просто, и они подошли ее за ноги туда. Просто тебя не рвали собаки. Да рвали меня собаки, вон у меня, вон она, нога вся порвана. Ты еврейских не хоронил ты от укусов собак. О, начинается, сейчас еще, скажи, собака тебя не насиловала, и пошли поехать. Что, Сережа, всякую ерунду уже. Ну, а зачем вы их тогда стремизуете? Сережа, Сережа, ну, не надо убивать, не надо убивать. Животных убивать надо, которые убивают людей. Которые убивают. Ну, бегают, вот бездомные вот эти собаки бегают. Ну, тут сколько их бегало? Кого они трогали? Никого не трогали? Убили кошку Надежду Васильевну, любимую кошку Надежду Васильевну. Не они не убили-то. А кто ты, что ли? Это душу или нет? Ты убийца, ну, короче. Ну, кто? Ну, шариков какой-то. Кто моего кота убил? Пнули по животу бедного котика хорошего. Вот такая вот шишка вот возникла. Что откуда? Собаки, что ли, кусают? Ну, что придумали? Человек. Не, во-первых, собаки, они могут кошек съесть. Они же их едят. Не едят, они просто их убивают. Нет, я видел, прям едят кошек собаки. И едят. Ничего тут такого страшного нет. у нас в тайге это все было. Но они так созданы. Ну, вот специально, целенаправленно. И вот закон, я тебе говорил, кстати, я тоже. Он такой, не прав. Если надо, мешается собаке. Ну, почему не убрать собаку? Надо убирать, это понятно. Но не вот этим, как садистов делать из них, из этих людей. Ну, шариков, помните? Ну, они же до сих пор есть такие. Ну, сейчас уже нету. Сейчас им не дают душить дома, только перед зеркалом. Ну, что, которые вот этот скот забивают, а что, они все садисты, что ли? Ну, с коровой собака какая разница? Для Бога одинаково. Что та скотина, что та скотина. Но это глаза полумнее маленькие. Ну, что, тебе корова жалко, мне собак жалко. Ну, мне собак жалко очень. Собак жалко. Собак жальче, чем корову. Корову не так. Ну, не ешь, никто тебя не заставляет. Свиню мне тоже не так жалко. Рыбу вообще не жалко. Просто в Писании говорит, что в последние времена наступят люди, они мух ловят, внимающие учением бесовским, которые будут запрещать вступать в брак и есть то, что Бог сотворил. Кстати, можно сказать, смотрел про Мадагаскар, у них там мухи. У них рынок такой и написано, мухи замучили. И показывают вот потолок, а потолок высокий такой. И там все в паутине. Все в паутине. И написано, у них запрещено законом убивать пауков. На Мадагаскаре. Паутины вот так свисают везде и никто не трогает. Почему? Все мухами забито. Мухами. А они их потом пожирают и никого нету опять. А паутина висит. Никто не может справиться с мухами. Не будешь все время с баллончиком ходить вокруг. А мух куча везде. Вот до чего. Так что по закону надо. В принципе, нужно тебе, значит не убивай. Это нужно. Мух изуничтожает паук. Всегда так устроено, что собачка есть, кошка, кошка, мышка, мушка, пшеничка. Сережа, все начнется. Все должно начаться с человека. Рыба книет с головы. Собака подчинение человеку. Кошка подчинение человеку. Ты будешь своих там стерилизовать, смотреть за ними. Ну, орелчик делать такой свой. Продавать щенков. Все, у тебя будет нормально, они все будут ухоженные. А если вот так вот, как где-то там совокупились, там наплодили. Конечно, оно все вот так. Но у нерадивых хозяев все это получается. Вот что я делаю. Сегодня будет занятие по скайпу, будет вопрос разбираться, есть ли у животного душа бессмертная. Если с часов подключать, Игорь. Бессмертная душа, без этого нет. Ну, нет у кого-нибудь душа. Чем докажут? Смертной нет. Морд написал, что душа есть только у человека. Нет, душа животного в крови. Да, да. Когда кровь и спускаешь, то и душа. Ужал. Ну, он же не Морд разговаривает, как мы. Ну, и что? Ой, нет, это физиологическая строительность. А ты можешь сказать, собака тебя любит, или она, или это просто инстинкт, как придумали такое слово. Вот собака у тебя любит, или у ней инстинкт? Любит, конечно. Любовь это или инстинкт? Привязанность или? Чем она привязывается? от тебя? Скажи мне. Тем, что ты, с желудком привязывается? Нет, Как у собаки Павлова. Раз, и пошел желудочный сок. Перестань ее кормить, и вот, не корми неделю, они все ко мне прибегут. Да, они тебя будут любить. Все тебя будут любить. Души, они бездушные. Да, а ты тогда кто такой, если ты не кормишь свою собаку? Нет, подождите, ну, а когда вот есть случай? Сережа, вот ты не будешь тут нам читать Евангелие, и через неделю, я на тебя другими, через год, когда тебя другими глазами уже будут смотреть. Чего ты хотела? любить-то буду, но уже не так. Собаки, например, теряют своих хозяев, и на том же месте потом сидят и ждут, умирают хозяева. Его не кормят сейчас, никто не поет. Это что, скажешь, хатику? Хатику там, ну, там масса таких случаев, есть не только хатику. Это что такое? А коты, которые проходят 1600 километров, в дом попадают, скажи, как? Это не только ради чашки, я считаю. Нет, это они поняли отношение человека к себе. Если ты ее лупасить будешь безбожно, конечно, она к тебе и не вернется, она там может, а соседка будет, ах ты, беденький, мне тебя жалко, будет там его приглаживать, так она может больше соседку твою будет любить, чем тебя. Аминь. Садиста такого. Нет, ну, мы же детей не надо, они же из того, не убегаются, равно те, нет, Сережа, не удастся тебе нас запутать. Есть душа у животных? Есть. Есть в крови? А она будет отвечать перед Богом? При жизни. Нет, А это другой разговор. Животные ее нет. Они из-за нас находятся. Это совсем уже другой разговор. Это же не настолько разумное существо, не хомо сапиенс. Душа, есть душа или нет, конкретно ответили, душа есть в крови животного. Это в Библии написано. Да, все, в Библии написано. А дальше, а теперь, а душа какая там и так далее? Бессмертная, есть душа у животных? Ты встретишься со своей собакой в районе? Нет. Бессмертной души нету. Нет, не встретится. Со своей собакой нет. То есть, мы живем здесь временно, но наша-то плоть воскреснет, а их плоть почему? Нет, их плоть не воскреснет, останутся только те животные, которые на тот момент будут живы. А те, кто уже усоплен. А динозавры, я хочу, чтобы динозавры были хорошие создатели. Поэтому очень тяжело представить себе рай. Вот легче представить ад, потому что мы боль испытывали, а вечное блаженство, и что ты Христа увидишь, Христа же не видели, а только первая любовь, когда ты обращаешься, и это такое чувство, что ты прям как в колыбельке лежишь. У Христа за пазухой называется. И это чувство, и что это постоянно, и вокруг тебя будут такие же люди. Вот когда община, вот мне легко как-то уже это, ну, не смириться, а влиться в это, влиться в такое состояние. А вот допустим, вот Андрей, мы с ним беседовали, он же им, начинаем ему руку протягиваем, протягиваем, он вроде бы начинает протягиваем, оправься у тебя по руке, опять, да что ты, опять, потом я уже понял, что это бесполезно, и вот с любой стороны подходи ему, это не нравится мне, а это мне тоже не нравится, а что вы лезете ко мне, вы форисеи, вы сектанты, я подожди, а что вас тут только двое, я говорю, я что-то не понял, подожди, я говорю, ну ты приедешь по теряйку на крещение, там будет побольше народу, мы тебя сейчас подготавливаем, чтобы ты знал, что говорить-то там. Я смотрю по их глазам, а я просто не приду, вы что, думаете, я туда приду? и я понял его, да он и не придет туда, думаю, что я тут толкуюсь, вот это в тупе. Гитлер тоже сделал этот прецедент, потом пошел просто и застрелился, и все, прецеденты все этим заканчиваются, благими намерениями устелим путь, в ад почему-то, должен в рай же, благие же намерения, почему-то в ад, а потом что не по Христу, без совете, вот и все. Иван говорит Матфея 26, 26. И когда они ели, Иисус взял хлеб, и благословив, преломил, и раздавая ученикам, сказал, приимите, едите, сие есть тело мое. Толкование. Когда они ели, присовокупил Евангелист для того, чтобы показать бесчеловечие Иуды. Если бы он был и зверь, то и тогда должен был бы смягчиться, потому уже, что вкушал одну пищу с одной трапезы, а он, между тем, и будучи обличаем, не вразумился, и даже причащаясь тела его, не раскаивался. Впрочем, некоторые говорят, что Христос приобщил своих учеников тайнам своим, уже тогда, когда Иуда вышел. Так обязаны поступать и мы, то есть, нечестивых людей, удалять от божественных тайн. Мы видим, что человек не готов. Нужно его удалить, чтобы он был готов. Чтобы он подготовился. Его как раз эти вот причастия, их доконали. Они, может быть, причащались две недели назад. Намереваясь преломить хлеб, Господь благодарит так для того, чтобы и нас научить приносить хлеб с благодарением. Так и для того, чтобы показать, что он с благодарностью принимает преломление. То есть, умерщвление своего тела и негодует на это, как на нечто невольное. Благодарит, наконец, и для того, чтобы и мы принимали страшные тайны Христовы за благодарностью. Тогда, говорит, сие есть тело мое, то показывает, что хлеб, освящаемый на жертвеннике, есть самое тело Христово, а не образ его. Ибо он не сказал, сие есть образ моего тела, но сие есть тело мое. Хлеб неизъяснимым действием прилагается, хотя и нам и кажется хлебом. Так как мы слабы и не решились бы есть сырое мясо, особенно человеческую плоть, то нам преподается хлеб, а на самом деле это есть плоть. Вот сектанты, что сказать, не верят. Мы едим хлеб, а вы что? Плоть, ха-ха-ха. Ну это же, вы же очевидно, что это хлеб вы едите. Мы верим, что посредством... Плоть с большой буквы. Мы верим, что... В контексте здесь. Мы верим, вот здесь, если Христос сказал, это не нужно понимать буквально. не нужно понимать буквально, ну уже хлеб идите. Ну да, хлеб. Но мы верим, что в момент таинства, таинственным образом, оно превращается в тело, хотя у него вкус... Сережа. Да. Это вот именно элемент... Теперь нужно подтверждение Священного Писания. Шестая глава Евангелия от Иоанна. Кто не будет есть... Вот, вот, вот. Плоти моей, и не пить крови моей, не будет иметь в себе жизнь. А теперь дальше скажи, почему теперь они сказали это жестокосердные слова и отвернулись от него. Скажи, почему? Потому что конкретно он говорил о плоти человеческой и о крови человеческой. Причем своей. Поэтому они и отошли. Вот, а потом... Вот, всегда нам это и надо пояснять. А потом ученики говорят... Он ученикам говорит, а вы не хотите ли в секту тоже? Вот, а тихо. Он прям... У нас тут в общине, как бы, принято никого к себе не звать. А вы не хотите в московскую патрифию? Не хотите в секту? Идите. И что ученики сказали? Шестая глава, шестьдесят шестой стих. Они не сказали, у тебя плоти, кровь, у тебя причастие. Они сказали, у тебя глаголы вечной жизни. Петр. Почему мы все зовем на занятия, где мы говорим о глаголах вечной жизни? А потом уже плоть, кровь, кровь. Мы через глаголы спасаемся. Потому что через глаголы мы уверовали, что мы причащаемся в плоти и крови Христа. Но когда я чувствую свое недостоинство, и я иду на исповедь, и когда чувствую, что Господь меня прощает, только тогда я приступаю. А когда я во грехах причащаюсь, ну совесть меня, ну как? Ну как я могу чистого прикоснуться к нечистому? Мне нужно очистить душу, свою камень сбросить. Я согрешил, Господи, прости. Я больше так не буду. Вот тогда да. Тогда все имеет свое место. А когда человек живет во грехах, не хочет кайфа, знать ничего не хочет, дайте мне причастие, дайте мне Духа Святого. Это вот симония самая настоящая. За деньги хочу так же, чтобы у всех все было хорошо. Люди будут мне приносить деньги, а я буду раздавать. Родиться от воды и духа, это значит просто три раза окунуться. Это конкретно. Нам же нужно окунуться, чтобы родиться от воды и духа. А вера где? Так я же шесть лет хожу в храмы. От воды понятно, воду мы можем ощутить. А что такое дух? Дух он невидимый, и Бог невидимый, Бог есть дух. А дух, слово Троица, это и есть. А теперь вопрос. Знаешь, почему говорит он о воде и духе, и ничего не говорит о вере? Потому что он не знает Священного Писания. Скажите, почему Господь говорит о воде и духе, а не говорит о вере? Ничего. Он пришел к верным, к верующим. К народу все равно. Нет, вот по этому контексту Писания, вы правильно говорите, по этому контексту Писания третьей главы, к нему пришел Никодим. Никодим верующий, по макушку. Вот в чем дело. У него вера уже есть, у него нет рождения свыше. Поэтому, а люди-то просто читают незнающие Писания, и он, от воды и духа, от воды и духа. Да ты веруй как Никодим, потом тебе от воды и духа. Христос-то говорит к Никодиму, а не к тебе. Он к тебе скажет тогда, когда ты будешь Никодимом. А Никодим сидит, в Синедрюоне. И не просто, он законоучитель. Если тебе это непонятно, иди попробуй к Путину и скажи, дай ему к твоим советникам буду. Тебя пошлют куда подальше, еще пинка дадут. А вера... Не каждый там будет сидеть. От слышания. От слышания. От слышания от Слова Божьего. Поэтому, если человек ходит в храм, но Слова Божьего не слышит, но веры нет в Евангелии. Он не слышит, как разславяние, как батюшка. Он верит в Христа, как в Бога, но он, понимаете, нету евангельской веры, он не понимает, каков этот Бог, каков дальше. Какого ты духа? Говорит, не знаете, какого вы духа? Господь же с сожалением это говорит, когда они... Давай ты огнем попалим их. А раз тебя не принимают эти язычники, эти самаря, не тянет. Давай. А он... Не знаете, какого вы духа? Что вы говорите? Как этот Фроликов. Фроликов в интернете говорит, Сергей Павлович говорит, вы ведете занятия вопреки приказу Игнатия Тихоныча не вести занятия. Я ему говорю, ты с дуба что ли там рухнул? Он не сразу сказал, я его уговаривал еще. А он продолжает свое долгое. Я говорю, ты рухнувшись с дуба просто, с головой недружной. Игнатий Тихоныч, чтобы сказал, не ведите занятия, приказал еще. Ты, говорю, вообще не понимаешь, какого духа этот человек. Ох-ох-ох. Так его тоже вчера беседовали. Он ссорится. И вот так все. Я не хочу ссориться ни с кем, мне зачем это надо. Зачем ссориться? Я ему говорю о священном писании. Говорю, вот как принять Слово Божие? Как войти в нашу общину к людям, братьям и сестрам? А он мне, ты к моей жене подходил два раза. Ты по телефону позвонил именно ей. Это что такое? Как ты смеешь к моей жене обращаться? Я говорю, да ты что, в своем уме что ли? Ты что меня приверновал? Я вообще не разрешаю с мужчинами рядом, чтобы она проходила даже. Я говорю, да ты полон страстей еще, мальчик. Я говорю, ты не понимаешь, к кому ты обращаешься. Ты на меня посмотри. Кривой, кромой, хромой, беззубый. Какие женщины? У меня все женщины только, это потенциальные сестры во Христе. Все. Я даже голую вижу. Думаю, как бы хорошо было обратить ее ко Христу, а? Такая красивая. Да они по улице сейчас тут полно их ходят. Они все голые. На улице он это видит. Как прозрачные. Да вон по этому. Как бы и... Сережа, Сережа, ты-то живешь в девятиэтажке, а я в частном секторе. Проедьте по частному сектору, они там все загорают. Да. И топлис, и не топлис. Я даже знаю, что такое топлис. Я обязательно проеду. Проеду. И не забудь о Христе только рассказать. Сережа, я-то езжу, чтобы о Христе рассказать, а не чтобы поглазеть, как они там загорают. Ой-ой-ой-ой. Можно я по поводу как раз тела Христового? Тело, давай. Ну ты сейчас тут комментарий, ну большой. Давай. Ну я просто скажу. Все? Десять минуты. Десять минут? А, ну как раз. У нас была одна женщина, такая пришла, у нее там, она в коттедже жила там, как раз делает Нина. Ну сейчас там все, и все. Сейчас нам все говорят. И вот мы пришли, когда она уже покрестилась, и пришли к мне в гости, чтобы там поговорить, пообщаться. и она говорит, ой-ой-все, я не знаю, насилостивая, мы говорим, нужно вот так, то-то-то, нужно исповедовать, причаститься, и все такое. Ребенка, она говорит, ну нет, я не понесу ребенка, креститься, внука своего. Говорит, почему? Она говорит, ну а что толку, ему хлеб есть нельзя, ему от врачей противопоказано, а ему-то, его же будут пихать ему хлеб, в рот-то, причастие-то это хлеб же. Это к нам ходила верующая, которая. Да. Мы сидим, сидим, вот так, я говорю, да хлеб-то, это хлеб еще не преображен, это он, вот тело Христово принимать-то. Тут сидит, Нина как раз жил, и говорит, как тело Христово. Понимаете, у нее шок тоже был, вот такой вот. А ее, по-моему, не крестили. Ее крестили. Крестили? Ее крестили. А вы говорите, Люба, Людмила ее звали. Она врачка, которая на Солнечной поляне. На Солнечной поляне. Мы ей там много работ делали по дому. Ну и давай-ка. Я крыльцо и ем. И вот такая ситуация, Инина говорит, а я думала, что я хлеб принимаю. Понимаете? Ну, понятно. Ну, это до определенного времени. Ну, давай читайте. Сейчас прочитаем, тут Игнатиношка как раз про это говорит. Что это тело Христово. Итак, вот, это сакральная тема о причастии. Умейте остановиться. Я же не подумаю. И к ней нужно благоговейно очень подходить. Вот. И слишком в глубины выйти не вдавайте. А как оно превращается? А для чего? А почему? Так Господь сказал. Просто вот это вот момент именно именно вот берется на веру. Вот это вот проверка нашей веры. Хотите быть в Истинной Церкви? Идите туда, где тело и кровь Христова. И он голова, а мы тело. И мы питаемся просто на кровь, и на тело все соединятся. Понимаете? В причастии мы становимся частью этого тела. Мы принимаем Христу как голова. Понимаете? Ладно. Как только комментарий Игнатия Лавкина на слова удалять от божественных тайн. Тут сейчас немножко не об участии речь пойдет. А от того, чтобы вот этих людей, которые не верят в тело и кровь Христову как у Божественного, как у Бога, их нужно удалять от божественных тайн. Почему? Вот сейчас мы об этом и поговорим. Вот еще вопрос тогда. Ну просто... Давайте прочтем потом вопрос. Давайте прочтем. Все. Да мы все про нее забыли уже. Все. Ее нету уже давным-давно. Уже 10 лет нету. Я не беспокоюсь. А то, что Нина не знала, ну и я тоже многое после крещения его не знал. Я и до сих пор многое чего не знаю. Как вы до крещения не поняли, что вы будете причащаться принимать тело Христово? Как вы не знали? Мы не знали. Кто ваши поручители? Извините меня. Да вот такие поручители. Кто с вами разговаривал? Что такое? Вы были поручителем Нины? Да. И не знала она. Вы не рассказали. Как она все принимала, все слушала, но она не приняла это. Ну а что теперь? Да, это не так. Она говорила, и говорил Игнат Тихонович, и батюшка говорил, все, многие говорили, а у нее вылетело вот сюда, как сатана, она забирает слова, и все, больше ничего. Случайно, но знали как-то. Вот так они. Не может этого быть. Просто. У нас об этом постоянно разговор идет. Особенно батюшка постоянно об этом говорит. Постоянно. Ну бывает такое, что вот происходит. Батюшка с чашей выходит и говорит. Да? Да. Непосредственно. Сестры, давайте еще сейчас. На что сейчас Игнатий Тихонович будет делать акцент? Значит, Фефелакт говорит. Да мы услышим, да, читай его. Так обязаны поступать и мы, то есть нечестивых людей удалять от божественных тайн. То есть это он сказал после того, как протолковал, что Христос учеников своих пресистил только тогда, когда Иуда уже пошел предавать. Но тут в Писании нам не говорится, просто вот такое предание. То есть когда Иуда вышел, и у нас, когда оглашенные выходят, только после этого идет литургия, прочищение. Да. Понятно? А в храмах Московской Патриархии, почему вот такое вот состояние? У них оглашенные и верные все вместе в перемешку. Нету разделения. А Христос говорит, опцит по правую сторону, по левую. По левую. Да. И вот он говорит, удалять от божественных тайн. Почему? Слушай внимательно. Почему таких людей нужно не спеши, уговаривать их, не спеши, подумай все, веруй как следует. Иначе, сапонат, тебя... Крещение не в первую очередь, короче. Как только было скрыто Слово Божие, священнослужители перестали проповедовать чистое, неповрежденное Евангелие. Сразу же прекратилось чревоношение и рождение. Все превратилось в стоячее затхлое болото. 1 Коринфянам 4.15 Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. То есть, наставники были, а рождения не было. А тот человек хочет сразу, без наставления, без ничего. Он просто ходил в храм, сказал, церковно-славянский язык, что там-то? Дайте мне рождение свыше, а я хочу. Батюш говорит, я не могу отказать. Он говорит, ну пусть человек уверует как следует. А зачем? Как бы так. Как бы так, да. Он же хочет, у него уже есть вера такая. Но еще никто никого не крестил. Ну дай Бог. Ну только раздумывай. Духовное рождение, рождение свыше, возможно только через Библию. Ну все. Через слово. А он конкретно сказал, я плохо знаю священное писание. Ну все. А не через богослужение, возможно только через Библию, не через богослужение, то есть 6 лет человек ходил в храм. Ну не ходил на занятия. Не разу. Не через таинство. И таинство там были. Родился свыше? Нет. А если бы он родился, зачем бы ему приходить сюда просить истинное крещение? То есть он поверил, что то было ложное. Значит сомнение у него вкралось в это. А он, откуда он узнал? Из интернета, чисто ролики, Игнать Тиконича он его посмотрел. Да? Но он, к сожалению, только один ролик, где в окрещении сказано и все. Больше ничего дальше. Не знаю. Что вера нужна, что рождение свыше, это не просто. Дальше. Полностью от первой до последней строчки Библия кричит об этом, что рождение имеет от божественного семени, от Слова Божия. Вышел сейтер, сейтер семя. Помните? Сейтер Христос, семя это Слово Божие. А потом уже, как сердце приняло, и не приняло. Одни, у одних приняло написано, но потом птицы небесные поклевали. Вот этого-то мы и боимся. Он примет крещение. То есть он верит во Христа, как Бога. То потом придет какой-нибудь сектант, его мозги спрямляют, и он в секту уйдет. У каждого должен быть какой-то стих Библии, от которого он обращается. Это ключ, отверзающий врата. Это то семя, от которого получился эмбрион, и начнется чревоношение, то есть катехизация. У меня этот стих Библии, это был Лука 3,7. Сотворите же достойные плоды покаяния. Я покаялся, я покаялся, я перестал делать грех. То есть я понял, что это зло, и что Богу это не угодно, и что Он меня за это отправит в рай. Ой, не отправит в рай, а отправит в ад, если я буду продолжать эти дела греховные. А плоды? И написано еще, по рождению Ехиднины. Я такой, я же смеялся, если вот этих плодов покаяния, то есть я покаялся, и все, и вот сижу, я покаялся, и так вот. А добрых дел нету, это вот бесплодная ветвь, она срубается и бросается в огонь. Даже уверовавшая эта ветка, она привита к лозе, все, но плодов-то нету. Зачем нам нужно, кто в огороде, говорю, все, иногда там, правда, ее там воноважу, там год, второе, третье, но нет, она не плодоносит она. Я думаю, какие плоды, ну вот лагерь есть, делай трудись, для Бога. Будут плоды, благовествия, еще что-то. Жизнь должна быть активна, вот у нас 20% общих неактивных людей, это остальные где? И вот еще чревоношение, то есть беременный, то есть прежде родился ребенок, женщина беременна 9 месяцев, что такое, когда это зачатие должно произойти? Было, когда оно у меня зачатие? Когда я родился? Начинаешь анализировать. Слово Божие попало, потом оно должно развиться в эмбрион. Все остальное есть внебрачные связи, внебрачные связи, халдейское семя, чуждо и прелюбодейное. То есть вот эти вот хождения в храмы, мы поедем не видим, все внебрачные связи. Иконы, там любовь к церковно-славянскому языку невероятная там. По цветным местам, вот это вот поклонение, собирание этих вот всяких вот идолов, вот этих вот, которые вот дома облеплены, все халдейные связи. Паломничество называется. Вот, православный туризм, который вот их потеряют и сейчас хотят возобновить. Как возобновить? А что там было? Везти? Не возводить, а везти. поговорился, везти. Евангелие от Марка, 4 глава, 3-4 стихи. Слушайте, вот вышел сеятель, сеять. Сеятель, слово сеять, слово. Ни иконы, ни туристов, ни деньги, ни ничего. Сеять слово Божие, не поврежденное. Причем есть поврежденное, которое вот смысл извращенный. Сеять надо до крещения. Сеятель – это Христос, а в дальнейшем у апостолы и все проповедники, а семя – это Слово Божие. У православных же нет этого семени. Слово Божие заменили вымыслами человеческими. Пророк Исаия 28-13. И стало у них словом Господа. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного. Так что они пойдут, и упадут на озничь, разобьются, и попадут в сеть, и будут упловлены. Ну, батюшка примет правило правило, пальцы, яйца в Слово не мокать. До анекдота доходят. Читают они на церковно-славянском. Ученые от этого родились, что ли? Нет, тут просто нельзя вот Слово не мокать. Это сакральные слова. То есть сакральные – это таинственные, нам непонятные. Это вот есть человеческие слова. Вот слушай их. Это как у буддистов. Идут, крутят колокольчики. Это молитвы там вот так вертятся. Все это нормально. Значит, молитвы пошли туда, куда-то. К духам. Вот. И тот, кто кусочком мака из блюда, тот будет вот нельзя кусочком. А мы каждый раз кусочком за зализом, и что-то вот не муда ходит, и ходит, и никого не предает. Ну и к чему вот эти рассказы на церковно-славянском, мы такие тоже непонятны. Можете расспросить любого, приходящего в любой православный храм, как он обратился к Богу. Сегодня пойдем, можно вот у храма расспросить. Как вы обратились к Богу? У Путина спрашивают, как вы веровали? Ну, я считаю, что человек, каждый рождается с верой в душе. А святые отцы говорят, что вера в душе хуже бесовской. Я в душе верю, но... Это не святец, это апостол Павел говорит. Потому что бесы веруют, тоже веруют и трепещут. И вы не найдете евангельского ответа почти ни у кого, вплоть до патриарха. Ссылаются или на какие-то видения, переживания, встречу праздников, веру бабушки, посещение святых мест, прислуживание в алтаре с ранних лет, какое-нибудь сновидение, несчастный случай. То есть, какое угодно семя, какое угодно, какая угодно случайная связь, но только не его, большой буквы семь. Ясно, что такое дитя, рожденное не от Слова Божия, издает не тот крик и просит не той помощи, не той пищи. И вот из таких незаконно рожденных потом будут пастыри и эреи, патриарх, которые никогда не вкушали божественную трапезу, сидя с Марией у ног Христа. Библия должна быть настольной книгой, и тогда в храме будут и верные, и оглашенные. Сегодня же нет этого водораздела, и практически ни один священник в России не может выполнить собственно возгласа. «Оглашенные изыдите!» Притом кричат они этот возглас к алтарю лицом, будто к тем, кто находится в алтаре. Да там священники не верят. Получается, что... Изыдите отсюда! Получается, что бы выполнить этот возглас, нужно всем вместе со священником выйти из храма и начать проповедь. Потом месяца через три начать впускать по одному только тех, кто родится свыше. Запомнишь эту страницу, потом вопросы будешь задавать. «Кто родится свыше, кого коснется благодать призывающая?» Вот меня коснулось благодать призывающая. Призыв поехать в лагерь и помогать. Вот. И сегодня говорили, по этой проповеди была, Наташа приходит, плачет. «Все, ты приедешь, помогать? Я не могу. Я-то одна так устаю. 14-летняя девчонка там трудилась». Да. И говорит, кто поедет помогать? У нас каждое утро, каждую весну, кто поедет помогать? И лез в руку. И я тогда только-только к вере проходил, и батюшка, ой, не батюшка, а Игнатипич, Наташа, не успокойся. Господь узрит в себе агнцем. И меня как голос неба. Этот агнц ты. Я с 2005 года, ни одно лето я не пропустил. Каждое лето я там тружусь. Вот. И Господь силы дает, и здоровье дает. Да, и брал. Пратут тебя силы. Притом, при всем, что меня крестили, вот, по ходатайству, кстати, Игнатипича, и поручители были оба, по-моему, против, или один воздержался, я сейчас. Я был не готов. Я был хороший, добрый человек. Да. Ну, у меня вера была. Я не хотел расставаться с грехом. Ну, вот, седьмая заповедь, я вообще не... Ну, что тут такого-то? Да. Ну, кому я что плохо сделал? Ну, шестая заповедь. Шестая. Седьмая неполюбодействие. Здорово, зачеркнули. А? Почему у меня это семерки поперечной палочкой? Потому что я зачеркнули, да? Седьмая. Семь, она же так же можно. Ну, зачеркнули, все. Я не верю, что это грех. Ну, все в этой заповеди живут. Все, у всех по... Ну, так женись и живи. Только не блуди. Так это уже не блудебодействие. Это уже не седьмая заповедь. Интересно так. Это седьмая заповедь. Не блуди. Все блудят, а я что, особенный, что ли? Я вот такой общий, только в одну стоят, что тут не блудят. Сын, да все мои друзья, все блудники. Пролюбодение. Да что ты рассказываешь? Один блуд везде сплошной. У тебя друзья, блудники. Все блудники. Помнишь, как один приходил, ты, говорит, за блудом борешься? Говорю, да, я борюсь в среду, пятницу, женение изменяю. Борьба вообще. Могучая анекдота. Их бы в Древний Рим сюда. Башку бы разу. Притом кричат, они этот возглас колтарю лицом, будто к тем, кто находится в алтаре. Получается, чтобы выполнить этот возглас, нужно все вместе со священником выйти из храма и начать проповедь. Потом месяц через три допускается по одному, кто родится свыше, кого краснется, благодать призывающая, в чьем сердце совершится обращение ко Христу через благодать обращающую. Обратился человек, шел в ад, остановился и пошел. Слушай, Сережа, давайте дочитаем, а то мы-то еще не дочитаем. И вот только такие имеют доступ к благодати освящающей, которую сейчас хотят сразу получить. То есть к источнику жизни, к вечной чаши любви. Евангелие от Иоанна 6,53. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, в чем брат говорит, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Священники предали Слово Божие, отвергли Его, а каков полк, таков и приход. И прихожане предали живое Слово живого Бога, не держат Библию ни в руках, ни в сердце. И поэтому путь всем таким к чаше закрыт, доколе они не родятся свыше и не получат истинного помазания от Духа Святого. Тот, в ком есть Дух Святой, он любит Слово Божие. Любовь к Библии это главный определитель того, родился ли свыше человек, имел ли встречу со Христом. Евангелие Таана 14,23. Иисус сказал ему в ответ, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Кто не любит Слово Божие, то есть Христа, участь того вместе с Иудой предателя, чтобы убедиться, что все сказанное здесь действительно так. Пусть, если это священник, попытается выполнить оглашенные изыдети и выведет их всех до единого, чтобы началась литургия верных. Если вы хотите опровергнуть эти слова, то при возгласе двери, двери тщательно проверьте, стоящих в храме, нет ли отлученных за грех и некрещенных. Притом, проверить нужно очень тщательно, нет ли здесь чужих, каждого лично в лицо, только тех, кто до этого был на исповеди, у настоящего священника, который мог проверить, рождены ли эти люди духовно. Если хотя бы один чужой приступит к чаше, то священник за это должен ответить своей головой, как допустивший волка в овчарню, террориста в мирный дом. Четвертое. Царство. 10.23. И вошел Иуи с Иоаннадавом, сыном Рахимовым, в дом Ваала, и сказал служителям Ваала, разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала. Разведка. Видите? Вот мы пытаемся с братом разведку навести, а нам тут не мешает. Если эти строчки прочтут не священнослужители, а прихожане, то, помолившись Богу, поставьте себе задачу выполнить то, что слышите в храме. А именно. Оглашенные изыдите. Чтобы этот возглас выполнить, нужно знать поименно всех до единого, кто приступает к церковным порогам. Знать их биографию. Иметь на руках подлинно заверенное свидетельство о духовном рождении. Так было всегда в апостольской церкви. А если сейчас идут все скопом, потоком с улицы, а священник криком кричит, кто еще не причастился, кто еще не причастился, кто еще не причастился, и вы должны будете сделать вывод, что это или не храм Божий, или это не православный священник, или в этот храм Христос еще никогда не приходил. В апостольской церкви было так. Деяние 5.13. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Заметьте, никто не смел. Речь идет не о чаше, а просто пристать к ним. А у нас же все на выверт. Священник, как Муэдзин, с минарета кричит, зовет к чаше, кричит в храме, полном безбожников. Вот это и есть христианство без Христа. Православие без православия. Сам пастырь не научен из Слова Божия и никого не учит. Как говорит блаженный Иераним Стридонский, такой есть антихрист в рясе. А Василий Великий называет такого безгласного православного священника позвращенным идолом. Златоуз же нарицает его пьяным поваром и говорит, что, цитата, лучше соглашусь умереть и тело свое отдать псам, чем допущу недостойного к причастию. Еще нужно у нас по нашим правилам нужно еще Великий пост, чтобы человек прошел обязательно. А никого нету, ничего нету, несколько дней просто. Вообще никто не знает, причем не приглашают никуда, отвергают все. какие вообще могут быть торча разговоры о каком-то крещении. Прецедент. Прецедент, да. Ну вот, взять вот Алену. Она сразу доброжелательно вышла. Поручители, да, давайте. Поручители. У тебя кто поручитель? Людмила Степановна, да? Людмила Степановна, Держа Васильевна. А Людмила Васильевна, да? Ну вот. Ты собираешься ехать по Тереку? Сейчас, как крещение. Четвертая. Какая, смотришь, дева синяя. Это что будет? Четвертая? Да. Число, да? Ты на своей машине одна проедешь? Одна? Да. Мы пятого утром едем, и там что-то это... народу желающих много будет. А, нет. Пятница утром. Это пятая будет. Вдвоем. Вместе надо ехать. А по погоде не смотрели? Смотрели. Что-то. Тепло, дождики. Дождики. Ну, то есть, самая такая теплая погода. Взбивать будет жару. Тепло и дождики. Ну, и хорошо, что дождики. Это нормально. Пускай растет все. Да у нас, видишь, машины-то не джипы. Да дождик, дождик. Не ливни. Не ливни, не дождик. Пускай две капли. Ничего там, ничего не будет. Проедешь. Дай Бог. Твои слова, да Богу. Конечно, что я уже там месил грязь. Да понятно, что такое месить. Грязь потеряешь, скажем, не знаю. Особенно, когда еще рядом кумарики на воздушном шаре. Кров твою пьют и смеются. Пряники жуют твои. Причем. Хорошо. Да, такие они. Достойные всякого истину. Ложи, дитя, Богородицу. Пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую Херубин. И славнейшую, без сравнения, Серафим. Безыстрения Бога, Слово Родшую. Сущую Богородицу. Батюшка, благословите у нас разойтись. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, благодарим Тебя за это занятие. Дай нам страх от Твоего Святого, Господи. Дай все услышанное принять верою. Сохрани нас, Господи, с миром. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Тух. Так, сейчас еще.